МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У проектах сейсморазведки Радовища у Нафты. А кроме того, есть намер установить по-братимске сувязи помеж Гомельщиной и особными штатами Индии. Что тышится о эдукационной сфере, зараз у Гомельским Державным Медицинским Университете навучается 65 студентов из Индии. Все лета плануется за лечение еще около 90. По часу встречи прогучала подрыхтовка в нашей краине медицинских кадров для Индии перспективны на промок суместной деяности. А тому яго треба развивать и поширать. Мы очень благодарны Гомелю за подготовку качественных медицинских кадров. Чтобы привлечь еще большее количество индийских студентов в белорусские вузы, вам нужно шире рекламировать свои услуги. К примеру, на сайтах, а еще лучше организовать делегацию, которая бы включила Медуниверситеты Гомеля, Гродно, Витебска и Минска. И приехала к нам в Индию, чтобы рассказать об образовательных услугах. Думаю, лучшими послами такой делегации стали бы сами студенты, которые обучаются в ваших вузах. Протягиваем выпуск. Сегодня Гомель наведали у дельники навуково-осветницкой экспедиции «Дорога до святыня». У ее состава письменники, святары, навуковцы, журналисты. Экспедицию с устрокау Олег Синтеров. Сегодняшняя литургия у Гомельском храме святителя Луки Крымского не совсем звучайная. По-перше, ее изначалили одразу два епископа – Гомельский и Шлобинский Стефан и Борисовский и Мариногорский Вениамин. По-друге, сирот-приходжан у дельники международной навуково-осветницкой экспедиции «Дорога до святыня». Экспедиция, промеркованная до дня белорусского письменства, до Гомеля, где она уже наведала Октябрьский и Калинкельский районы, завершится ее работа четвертого вершня в Рогачеве. На усим шляху, у дел умолебных, на які обовязковые приносятся святы животворный огонь от труны Господней. Хоть только богослужениями программа не обмежовывается, у речи экспедиция мая статус навуково-осветницкой, а тому и с устречи за местом населеницем обовязковые. Сады молитвы и худельники экспедиции «Шлях до святыню» закладываются у каждом населенном пункте, який наведываются. По территории гэты сады махчамы и не самые великие, але головны зусим не в площах. Гэты древы, як и земля, на яких они будут расти, освещаются животворным огнем. Гэты святое место, якое повинно оберегать людей. Гэты сады молитвы, гэты сад молитвы Беларуси. Мы спим, а древы молятся галиночками, иголочками, листочками, кареннем, сутки кожные, каб не лялась кровь на Беларуси, каб был мир во всем светик, каб мир был у кожной семьи, мир лад, это благословение. От проведения науковых конференций до сустреч с мясовым населенцем в программе «Знаходзене у Гомеле» наведывания школ, больниц, социальных притулков, размыва не только об задачах экспедиции, але и духовных каштовностях у Воголе. У 36-й гумназии сегодня рихтуются до проведения медежевских читаний, задачи яких – выхование у молодых людей, почуття патриотизму и активной громадской позиции, а так само повышение интересу до беларуской культуры и истории. Сустреча с гимназистами у дельников навуково-осветницкой экспедиции «Дорога до святыню» мает задачи досягнение таких же мет. Самое головное, что они умеют сказать так, что души детей раскрываются, они разумеют, что такое на сегодняшний день злый человек, что такое несправедливость. И мне сдаётся, что во всяком разе они не перешкажают выхованию и громадянина, и патриота нашей родины. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». У протяг темы подрыхтовки до дня беларусского письменства. На перед дни святого Гомеля пройшли литературные дожинки. На традиционную сустречу письменников сёня проехали представники Беларуси, России и Украины. А в сушасной литературе есть в добытках и проблемах. Материал наших корреспондентов. Запаливание огню сябровства письменниками Беларуси, России и Украины. Сёня гэта традиция паутарылась у десятый раз. Минавито стольки на Гомельшине проводятся литературные дожинки. По аналогии с дожинками сельскохосподаршими у дельники святокниги и творчасти кажут, что у 2007-м тут посеяли литературная зерня, якое дало добрый урожай. За минулый час выдазина больше як 270 книг письменников Гомельской в области. Плюс створена славянская литературная скорбонка. Мы житивили совместный проект наши молодые литераторы выступили в роли перокладчиков русских молодых литераторов. У вынеку з'явился проект «Берега дружбы». Это уже сёмый проект за опошние годы. Юбилейные литературные дожинки это урушение билетов новым членам Союза письменников и нагрудных знаков творчого объединения за великий уклад у литературу. Тут же подведение вынеков целого шерогу проведенных за опошний год конкурсов. Молодые читачи выбирали лепшие творы гомельских авторов и выконвали их на сцене. Больше 60 удельников собрал конкурс «Православ моя надея», организованный областным отделением Союза письменников Беларуси и гомельской епархии. Хоть сказали подчас дожинок не только об досягненнях. Якой бы темы не притрымливался письменник самое головное для его зацикавит констатуюсь зараз у той же России невельми добр ведаюсь навыц своих уластных аутаров и это великая проблема. Книжный рынок далеко не отражает литературный процесс. И современные авторы их не знает современный читатель России. Это очень нас волнует, тревожит, поэтому мы, конечно, стараемся с этим процессом бороться. Як чакается, литературные новинки гэтага года будут презентованы подчас святкавания Дня Беларусского Письменства у Рогачеве, чтобы потом пополнить фонды местных библиотек. Александр Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокампания Гомель. 6-го веросяня в Беларуси пошнется дотерминовое голосование по выборах депутатов Палаты Протставников Национального Схода Республики Беларусь. Каким чином рыхтуются до этой падеи у селетней столицы Дня Беларусского Письменства в городе Рогачеве ведают наши корреспонденты. По территории Рогачевская выборчая округа это не посредо Рогачевский а так само Кармянский район и один сельсоветов Жлобинского района. Участок номер 5 разместился в будинку клуба молочно-консервового комбината. Дотерминовое и основное голосование тут вырешили проводить у одним помешканне, якое уже зараз полностью готовое до прохода выборщиков. Выбрать депутаты им необходим с 5 кандидатов. Самому старышему з яких 66 годов, молодшему немае 32. Перед початком голосования на предмет створения безопасных умов, участок проверили супрацовники Министерства по надзвичайных ситуациях и милиции. Ниаких зауваг выказано не было. У выборчай комиссии вельми спадяются, что без зауваг с боку жахару и наглядальников пройдут и сами выборы. Не глядячи на то, что у складе комиссии практически все мают ответный опыт, яны яшчер наведали тренинги и разглядели махчемые ситуации, которые могут возникнуть. Если были моменты, что сомневались, не слили в списке, люди приходят, спрашивают, конечно. Мы работаем с гражданами, которые имеют право участвовать в выборах. Плотно очень. По великим рахунку, в этой дне рахачу рыхтуиться до двух важных падей. 4-го вера снятот пройдет день беларускага письменства, а уже 6-го почнется детерминовое голосование. И это факт оказывает пылный уплыв на подрыхтовку участков до проведения выборов. На участку номер 8, яки размещены у городским доме культуры, для выборщиков представлена вся необходимая информация, звездки об кандидатах, законодавчай документы, график дежурства членов комиссии. Але место для голосования на участку обсталюет только после проведения Дня Беларусского письменства. 4-го вера снятот будет разгорнута выстава, просвеченная Владимиру Мулявину. Неких хвалеваний у членов комиссии не выказывают. Усё, кажется, будет сделано своё часово, включающие проведение подчас выборов культурно-познавальных программ. Концертная программа перед площадкой Дома культуры. У нас будет внутри здания на самом участке организована работа почтовых отделений, консультация с юристами, консультация с работниками медицины. Вот такая программа. Плюс ещё возможно будет какой-то показ кинофильма у нас в зрительном зале. Олег Сентюроу, Олеса Рудянкова, Ялген Макеенко, телерадио компания Гомель, Заргачёва. У понеделок 5-го виросня на телеканале Беларусь-3 протягнется трансляция перед выборных дебатов кандидатов у депутаты Палаты Представников Национального Сходу Республики Беларусь 6-го скликання. У 19.1 стартують дебаты помеж претендентами на место у парламенте по Хонницкой выборчай окрузе номер 47. С 19.20 до 19.40 дискуссию будут вести кандидаты по Рогачовской выборчай окрузе номер 45. До інших тем суботние телефонные линии мясовых органов улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона змогуть звернуться с пытаннями до старшыни Гомельского областного совета депутатов Олега Леонидовича Борисенки. Звонки приймаються по номеру телефона у Гомеле 75.12.37 с 9.1 ранец до 12. У гэтаж час на пытання гомельчан откажа першый намесник старшыни Гарвы Канкама Павел Яугенович Павлов. Номер телефона 75.19.84 Тым часам макчымысь задавать хвалюючее пытанье представникам органов Улады предпринимальникам и громадским дзеячам есть у молодзю региона. У Гомельской области протягивается реализация республиканского проекта «Открытый диалог». На протягу вересня в регионе плануется провести больше 20 таких сустрэж. Чакается, что у них примутю дел каля 2000 представников молодзи. Темы открытых диалогов охопливают краины и здорового ладу життя до молодежной политики и молодзи у политцы выборов у Палату представников национального схода республики Беларусь. Дарайше ближайшая сустрэча будет примеркована до Дня Беларусского письменства. 3 сентября в рамках Дня письменности в Рогачеве мы тоже будем проводить открытый диалог на тему «Беларусь крыльница натхнения». Аудитория будет разноплановая. Это и писатели и поэты и другие творческие люди которые будут высказывать мнение по поводу того как они видят движение молодежи именно в этой отрасли творческой. Как я еще больше поширить аудиторию сустрэчу першиню для осветления мероприемства плануется выкористовывать службу публичных трансляций. Она дозволить в режиме онлайн сошить за тем что отбывается на дискуссийных пляцовках. До того ж накеровать свои питания идеи пропановы для открытых диалогов можно праз интернет по адресе электронной пошты яки зараз бачите на своих экранах. До дня белорусского письменства яки пройдя у Рогачеве рыхтуются не только будовники и письменники али и водители. Шатертага веросяня для усих жадающих трапить на свято будут организованы додатковые автобусные маршруты. Першие пассажиры с Гомельского автовокзала смогут отправиться у Рогачев у 8 Другие экспресс-автобус накируются до столицы литературного свято у 9.15 А кроме этого будут действовать 7 регулярных маршрутов. У адворотным накирунку можно вернуться починаю в 61.00 А пошли автобуса доходят из Рогачева у Гомель у 20.30 Такие же маршруты дополнительные мы ввели в Жлобине тоже с утра и вечером. Ну, то есть ближайший город Гомель и ближайшие все города они охвачены То есть мы думаем уверены что каких-то сбоев что касается транспорта не произойдет А тримать большь подробязную информацию можно на сайтах предприемства Гомель облаутотранс и Гомельского автовокзала а так само по номеру телефона 114 Самые спортивные и творшие представники працевных коллектива региона собралися в ГТДНИ у поселку Чонки под Гомелем Тут проходить 6-й областный Межгалиновый туристичный взлет профсоюзов За перамогу змагаются 18 команд а это мальчат 400 удельников Программа двухденного турзлету довольно насыщенная спортивная складающая это с поборницей Перетягивание каната пляжный волейбол дартс стральба туристичная полоса пирожкот А кроме того удельники проявят свои таленты на сцене так само ля вогниша один из конкурсов приготовления походной стравы Пераможцы турзлету станут вядом и завтра Я лишний раз убедился что отдельные испытывают трудность формирования команды отрасли Почему? Потому что желающих очень много понимаете Ведь сегодня нормой становятся туристические слеты трудовых коллективов Причем с довольно широким спектром всевозможных соревнований Вот этим таким мероприятием таким событием лишний раз популяризируется действительно здоровый духовно насыщенный образ жизни Гэтая иншая новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.civergomil.by На этом выпуск завершен У студии працавал Александр Гамоля Усяго вам доброго и до встречи в эфире и до встречи